Пять, пять самых, самых бесполезных драконних Крика Туума в Skyrim Special Edition. Друзья, всем привет, меня зовут Сагирой Иван, это мой канал Мистер Кэт. Начинаем. Мальчики, девочки, у меня недавно было видео о пять самых, самых бесполезных заклинаний. Ссылочка внизу, потом обязательно зацените и оставьте ваши мысли в комментариях. И первый бесполезный, по моему мнению, крик, сейчас расскажу почему. Это голосовой бросок, я ранее за него рассказывал. Туум слышен, но источник его неизвестен, и услышавшие начинают его искать. Это крик для вора. Смотрите, вот нам нужно туда, мы берем и... Вот, что там, что было? Эй, ты, сопля. Троли и да. Да, это единственный крик, единственная фича, которая позволяет нам услышать голос Дабакина. Больше вы нигде не услышите. Обалдеть. Так, ну, например, нам нужно вот туда, мы... Так... Один сагрился. Троли и да. И пробираемся дальше. Классно. По стелсу. Можно вообще все уровни так попроходить. Обожаю стелс. Так, а ну-ка. Тут кто-нибудь есть? И маг. Тоже убежала. А мы спокойненько тут все обчистили. Ну почему? Почему он бесполезен? Смотрите, друзья. Почему голосовой бросок бесполезен? Да потому что любой лук, любой лук его заменяет. Берем, стреляем. И наш враг направляется туда. Еще те согрелись. Погнали расследовать. Что же там было? Еще. Только самое главное, быстренько меняйте позицию. Потому что они потом сразу разворачиваются и бегут туда, откуда был произведен выстрел. Вот так вот, друзья. Вот так вот, без проблем. Зачем, зачем нам голосовой бросок, если мы просто стелсом, с помощью лука можем пробраться и отвлечь кого угодно. Второй бесполезный крик, друзья, по моему мнению, это испух. И устрашаться слабой сего тулума. И кинуться бежать, охваченные ужасом. Классно. С одной стороны, классно. Если на вас напало два врага, три врага, вы на парочку крикнули или на одного, и те разбегаются и убегают. И 30 секунд вы можете без проблем с теми расправиться, а потом найти этих ребят, которые испугались, или вовсе их не найти. Этот эффект со временем проходит, но неплохо, да? Можно использовать, но как-то не очень. Почему не очень? Да, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же тут красиво. Во! Все мы знаем, да? Эту пасхалку, этого редгарда. И давайте испугаем. Не действует. Что за ерунда? Понимаете, друзья? Даже максимальной прокачки, даже третий, третий уровень этого крика работает на персонажа и врагов всего, минуточку, до 25-го черт уровня. И все. Потом, просто не работает. Он просто бесполезен. Ну согласитесь, до 25-го уровня и все. Ну как так-то? Я, честно говоря, когда узнал, думаю, что? Что? Да любой прокачивается до 25-го уровня просто, я не знаю, за 4-5 часов и... Все, друзья. Серьезно? Да, я такого, конечно, не ожидал. Все. И потом этот крик просто бесполезен. Ни на кого не работает. Вау. Раз. Мааа. Вот ты где. Ну-ка, ты меня боишься? Ага, хренушки. И вампиры, друзья. Хе-хе-хе. Не бояться данного крика. Ну черт. Согласитесь. Ну, вообще. Хе-хе. А третий крик, друзья, это шепот ауры. Ваш голос не крик, но шепот. Показывает вам жизненные токи всех и каждого. Я думаю, те ребята, которые смотрели мой выпуск «5 самых бесполезных заклинаний» меня уже поняли. Да, друзья. Ас, я мир. Этот крик позволяет нам видеть врагов. Вон, видите, они подсвечиваются. Это такой вот спойлер. Но я, друзья, ненавижу спойлеры. Ненавижу. В одно время из-за спойлеров, между прочим, очень сильно, очень сильно упал рейтинг Fallout 4. Да, друзья, именно из-за спойлеров. Я серьезно. Можете даже почитать. Есть отдельная инфа. Зачем же? Зачем же самому себе спойлерить? Также, друзья, этот крик позволяет нам видеть... Даэдра. Да, друзья. Только с помощью этого крика вы можете обнаружить Даэдра. О, черт. И... Все. Все двимерские механизмы. Также, друзья, вы только посмотрите. Вся. Вся карта подсвечивается. Может быть, для стелса это и нормально. Но не для меня. Я в своих прохождениях сколько не играю, а я немножечко наиграл. Можете зайти ко мне в Steam посмотреть. И это только официально. А было ж и неофициально когда-то. Я никогда его не использовал. Мне неинтересно. Лично мне. Наверное, для некоторых интересно, а для некоторых нет. Ну, это мое мнение. И это мой бесполезный крик. Зачем? Зачем вообще добавили этот крик? Гармония кин. Голос успокаивает диких зверей. Они больше не хотят ни сражаться, ни убегать. Да еще, друзья. Если вы используете... Они еще и подсвечиваются. Да ладно? Вы серьезно? Может быть, на легендарной сложности в начале это будет... Хм... Неплохо. Ну, как по мне, зачем? Животное, которое вообще ни на что не реагирует. Плюс вы даже можете немножечко их побить. И любить. Как-то воровски, да? Хм... Не знаю, друзья. Но мне как-то это вообще не нравится. Опять же... Опять же, спойлер. И вы видите всех, всех, всех животных. Да, скорее всего, есть люди, которые вообще не хотят никакой неожиданности. Для них все это придумали. Магию. Обнаружение жизни. Эти все крики. И не будут бегать по лесу. И их никто не будет трогать. Можно даже, наверное, покататься на... А, нет. Нельзя. Ну, лично для меня, друзья, этот крики бесполезен. Я его никогда не использовал. И не буду использовать. Возможно, для рыбалки можно будет. Если вы хотите пособирать ингредиенты. Да? Лососевой икро. А больше нет. Нет. Ой-ой-ой. Что ты хочешь сказать мне? А, вот что. Так же, друзья. Дружба со зверями. Всегда расстраивался, когда в кургане находил данный крики. Ну, серьезно. Зачем мне дружба с ними? Хм. Чтобы они помогали? Может быть, это и классно. Но почему-то я так не привык играть. Не знаю. Лучше убежать или... В честном бою расправиться. А так... Протом, столько финиш. Глаз небесный, например. Который можно юзнуть. Магию можно юзнуть. А тут еще и крики. Почему такой большой акцент? Может, это специально? Типа, чтобы не убивали животных. Может быть так, друзья. Но, честно говоря, я его не использовал. И, к сожалению, не использую. Может, я не использую все крики? Да, по-моему, прохождение видно, что возможно, я не использую все крики. Но, друзья. Я лично считаю, что... Если вдруг в вашем путешествии вы встретите двух, двух саблезубов, снежных саблезубов, то этот крики, конечно же, будет очень, 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 очень кстати. Особенно, если на легендарной сложности вы без брони и всему тому подобное. Итак, вы можете разглядеть этих милых, прикольных кошечек. Вы посмотрите, какие же они милахи. Хм. Почему я его раньше не использовал? И я, честно говоря, немножечко еще обдумаю свой вариант. Потому что, на самом деле, этот крик может помогать. И неплохо помогать. Друзья. Тут 50 на 50. Но все равно. Напишите. Какие, какие из этих криков для вас действительно бесполезны? Или какие-то ваши варианты бесполезных криков? И почему? Хорошо, друзья? Окей. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. И я вас прошу. Все, друзья. Счастья всем.